Фермеры, как и обещали, ужесточили акции протеста. Сегодня они заблокировали центральную площадь столицы. У стен парламента выстроился кордон полиции, которая принялась отгонять манифестантов от здания. К протестующим вышел спикер законодательного органа. Мы делаем политическую политику. Сегодня утром фермеры встретились с главой государства. В одной из тем переговоров просьба срочно направить деньги на решение ситуации с последующим возвратом в резервный фонд и средств, предоставленных Евросоюзом. Ход этих переговоров пришелся аграриям не по душе. К сожалению, мы узнали, что информация, которую вчера представил господин министр, была несколько ошибочной. И нет уверенности, что Европейский Союз выделит эти фонды для Республики Молдова. Только была предоставлена информация, и это нас немного обеспокоило. После упреков, дискуссий, местами горячих, госпожа президент взяла обязательство в течение максимум двух дней прояснить ситуацию, связаться с Европейским Союзом, чтобы понять, можем ли мы в принципе надеяться на эти фонды. Как отмечается в пресс-релизе администрации президента, энергетический кризис и угрозы безопасности привели к увеличению затрат для сельскохозяйственных производителей. Майя Санду заверила представителей фермеров в том, что все государственные учреждения, отвечающие за сельское хозяйство, ищут реалистичные решения для поддержки сельхозпроизводителей. Накануне министр сельского хозяйства сообщил, что ЕС принял идею о том, чтобы включить Молдову в список стран, наиболее пострадавших от российской агрессии. Сегодняшнего дня депутаты запрещенной партии ШОР продолжат осуществлять свои обязанности, но как независимый парламентарий без права примыкать к другим парламентским фракциям. Соответствующий проект решения был одобрен на сегодняшнем заседании. Запроголосовало 56 народных избранников. Коллеги, давайте сделаем немного осуществление парламенту Республики Молдова в высоте куртки о данной депутатии, которую мы имеем обязанности, и чтобы осуществить парламенту элементов или группировок криминальных организаций, которые мы с вами знаем. Также был изменен номинальный состав постоянного бюро законодательского органа, парламентских комиссий, депутатских групп дружбы. При этом словосочетание парламентской фракции партии ШОР было заменено на словосочетание независимый депутат. Проекты решений вступают в силу со дня их принятия. Депутаты, объявленного вне закона политформирования, на заседании сегодня не присутствовали. Ранее КС приняла решение, что партия ШОР нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы. С момента его вынесения политформирования считается расформированным. В партии ШОР, в свою очередь, заявляли, что запрет политформирования – это еще одно серьезное нарушение со стороны ПАС. Министр экономики призвал предпринимателей обращаться в банки, где они обслуживаются с запросами на предоставление компенсируемого государством кредита. С льготным периодом до трех лет заявления последовали по случаю запуска программы 373, предусматривающего льготные кредитования малого и среднего бизнеса. Бюджет программы на этот год составляет 338 миллионов леев. Деньги поступают исключительно за счет внешнего финансирования. Важно отметить, что процесс происходит в коммерческих банках без дополнительных визитов в организацию развития предпринимательства, без предварительных одобрений и других бюрократических процедур. Банки ведут диалог с госучреждениями, в частности с этой организацией, для предоставления этих компенсаций. Я рад сегодня сообщить, что все 11 банков из отечественной банковской системы подали запросы для участия в программе. Это свидетельствует о четкой позиции, как со стороны правительства, так и со стороны банковской системы поддержать экономический регресс после многочисленных кризисов. Программа предполагает, что максимальная процентная ставка по банковским кредитам для инвестиций составит 3% в иностранной валюте и 7% в молдавских леях. Разницу компенсирует правительство льготный период до 3 лет, максимальный срок кредита 7, а максимальный объем кредита для инвестиций 15 миллионов леев. Так, правительство планирует привлечь 1,5 миллиарда леев кредитных денег для инвестиций, а объем субсидий на разницу в банковских процентах составит около 200 миллионов леев. Как отмечали ранее власти, цель программы создать рабочие места, условия для увеличения экспорта и роста зарплат за счет улучшения продуктивности. Программа напоминает проект «Примакасса», запущенный в 2018 году. Так же, как и в случае с бизнесменами, государство компенсирует бенефицарам часть процентной ставки. Однако суть в том, что со сменой правительства ставки по ипотечным кредитам, предлагаемым в рамках «Примакассы», стали значительно повышаться. Так что теперь разницы между гарантированными государственными кредитами и классическими практически нет. Оточили мастерство у коллег из Грузии. Молдавские спасатели вернулись с крупномасштабных учений, которые прошли в Тбилиси. По сценарию, откликнувшиеся на просьбу грузинских властей помочь в ликвидации природного пожара, более полусотни сотрудников генинспектората по чрезвычайным ситуациям двинулись в путь, чтобы как можно скорее прибыть в пункт назначения. Было очень мало остановок, строго необходимых. Мы двигались как можно быстрее, чтобы добраться до места запроса. В течение двух дней сотрудники ГЧС проверяли свои возможности по тушению лесных пожаров на обширных территориях и вспышах сухой растительности. Важным элементом была безопасная эвакуация пострадавших местных жителей. Одним из самых сложных моментов был долгий путь на расстояние около 2900 километров. Были запросы, связанные с пожарами в жилой местности, ситуациями с присутствием химических, биологических, радиологических и ядерных опасностей и так далее. Было две миссии, в которых наши бригады в количестве четырех человек участвовали в тушении 80 гектаров леса. В учениях приняли участие спасатели из шести стран. Во время своего визита в Тбилиси полковник Анатолий Винчук провел встречу с директором по предотвращению стихийных бедствий Европейской комиссии Хана Янс. Стороны обсудили аспекты подготовки предотвращения реагирования на стихийные бедствия и коснулись перспективы присоединения нашей страны к механизму гражданской защиты ЕС. Стороны подчеркнули заинтересованность в преемственности проектов, направленных на защиту населения. Редактор субтитров А.Семкин